Хайдар Алиусманов. Механик. Охота на крупную дичь. Сюрпризы. Интересно девки пляшут, по четыре штуки в ряд. Задумчиво проговорил я, когда узнал новые подробности спирали интриг, которая все больше и больше закручивалась вокруг моей головы. Дело в том, что после случившегося казуса с штурмовиками, я вел специальную практику, которая должна была меня хоть немножко, но защитить. Все разумные, которые возвращались с торговых станций, куда отправлялись по своим собственным нуждам, должны были скидывать протокол своих похождений прямо кондору. Причем эти изменения были введены прямо в их нейросеть. То есть, такой пользователь даже не знал о том, что он делает. Нейросеть сама пересылала протокол его действий на территории той же самой торговой станции Федерации, таким образом выполняя как бы автоматическую функцию, занесенную в ее протоколы. По сути, носитель даже не знал ничего про то, что таким образом я знаю, что и как он делает. Но я не собирался лично перепроверять всю эту информацию. Мало ли что, что-то может происходить? Например, один из штурмовиков любил мальчиков. Ну, зачем мне просматривать видеопротокол того, что он делает с этими самыми мальчиками, и что они делают с ним? Для всего этого у меня был искусственный интеллект корабля, который старательно перебирал информацию и искал какие-то подвохи. И вот, в один прекрасный момент, он и нашел странное поведение одного пилота Слакса, который при возвращении на корабль снова вдруг заторопился на центральную торговую станцию. Не прошло и пары часов. Но при этом, он постарался узнать максимум возможных данных о том, как может на борту моего корабля обзавестись питомцем. Ну, это вообще то дело такое. Ты живешь в отдельной каюте, можешь там и питомца себе завести. Главное, чтобы он никому не мешал и по кораблю не гадил. Судя по всему, это внезапно возникшее желание у него отбило последние остатки мозгов. Так как на данный момент все мои члены экипажа проживали во временно арендованном мной боксе, так как шел ремонт Кондора и шла замена модуля, который должен стать жилым местом для членов экипажа. Куда он собирался тащить своего питомца? Странно, но не это было важным. Важно было то, что мне сообщил Кондор, когда проверил его протоколы. Ни о каком питомце в них и речи не шло. Речь шла о том, что он встречался на станции с одной весьма интересной особой, которую искусственный интеллект корабля опознал как представительницу расы Дрика Анот. Но ведь среди служителей гильдии Шаласы, в отделение которой он любил ходить, такой никогда не было. Искусственный интеллект корабля даже сделал запрос на торговую станцию. Знаете, иногда такое бывает, когда какой-либо разумный хочет что-то особенное. Среди служительниц гильдии Шаласы, проституток, говоря нашим языком, можно было найти разных особей. Но именно драк среди них не было. А он встречался явно с такой красоткой. Когда я увидел ее фото, то понял, что она действительно достаточно красива. Оригинальная красота и также внешность. Тонкая с виду даже хрупкая фигура, со всем нужными изгибами и без излишней худобы. Тонкие черты лица, которые отдавали своеобразной хищностью, сочные красные губы и бледная кожа, покрытая узором в виде своеобразной чешуи. Длинные густые черные волосы. Честно говоря, ее даже не портили вертикальные зрачки и острые зубки. Я, конечно, понимаю тягу этого разумного к различным оригинальностям, но вот так вот. Я узнал, что он собирался перевести питомца на борт корабля при помощи специального контейнера. Хорошо. Есть такие контейнеры для перевозки биологических грузов. Однако, скажите мне, пожалуйста, какому питомцу нужно в контейнер ставить весьма удобный диван? И устанавливать запасные баллоны с кислородом? Обычно питомцы достаточно быстро доставляют на борт нужных кораблей. Есть контейнеры для длительной перевозки живых существ. Однако, именно здесь все было далеко не так. Естественно, что я разрешил ему привезти подобный груз на борт корабля. Ведь и мне было интересно увидеть, что же он привезет.